Мария Мещерская. Аннике, невеста камня. Сказу этому лет не счесть, Сказу этому зим не упомнить, Только знают мухи болотные, Знают птицы дикие, Сказ про Аннике, невесту каменную. Ушел миленький в дальний край северный, Взял он унты да шкуры звериные, К морю белому непокорному За своими стадами оленями. Говорил, возвращусь к тебе, Аннике, Золотою листвою по осени. Говорил, возвращусь к тебе, Аннике, Как застынет водица озерная. Так осталась прекрасная Аннике Возле камня, где с милом простилась. Вот уж минуло время осеннее, Снегом лес забелило, засыпало. Вот уж озеро зеркалом сделалось, Так и ждет ненаглядного Аннике. Вот уж лето пришло изумрудное, Камень мхом обрастает, как бархатом, На опушке брусничные ягоды. Так и ждет ненаглядного Аннике Возле камня, где с милым простилась. «Не вернется твой миленький Аннике!» Говорила семья до соседушки. «Позабудь его, добрая Аннике!» Сгинул он на пути да на промысле. Но молчала упрямая Аннике, И как море была непокорную. Все ждала и весною, и осенью, В дождь и ветер, зимою холодную, Возле камня, где с милым простилась. Мы поем тебе, добрые Аннике, Мы зовем тебя, славные Аннике, Женихи у порога столпились, Все с дарами пришли драгоценными. Вот и жемчуг, и золото чистое, Вот шелка, и наряды восточные, И заморские пряные сладости, Выбирай же скорее, кто по сердцу! Отвечала упрямая Аннике, Всех милее мне камень у берега, Добрый камень, где с милым простилась, Не нужны мне дары драгоценные, Не нужны мне наряды и пряности. С той поры будь невестою каменной, Так прозвали прекрасную Аннике, Все за то, что была непреклонную, Неприступной скалой беломорскую. Вот и лето пришло ясноглазое, Зацветает кипрей да смородина, И решила печальная Аннике Прочь из дома уйти опостылого, Чтоб до самого моря последовать Той тропой, что ушел ее миленький. Горсть песка зачерпнула у берега, Жерть кленовую прочную срезала, Да от камня, где с милым простилась, Мох взяла изумрудный да бархатный, И пошла она в ночь серебристую По тропинке, да к самому северу. Дома плачут сестрицы-подруженьки, Кличут, кличут лесами-болотами, Но не слышат, не видят их Аннике, Далеко за рекою остались. Так и шла она тропами дальними, Босиком по камням да по просекам, Мимо сел и избушек охотничьих, Мимо всяких озер и источников. Вдруг лисица увидела Аннике На тропе у болота опасного, А лисица бежать не торопится, Говорит человеческим голосом, Ты куда же, красавица, следуешь? Ты куда же идешь, неразумная, Босиком, только жердью кленовую? Отчего ты бежишь, горемычная? От какого ты горя спасаешься? Испугалась прекрасная Аннике, Но не стала тут страха показывать, Говорила лисица, как матушке, Как сестрице родимой покаялась. Не вернулся однажды мой миленький, Нету мочи мне ждать и надеяться. Вот ушла я из дома постылого, Чтоб добраться до самого севера, Чтоб у белого моря сурового Схоронить его белые косточки. И лисица так горько заплакала, Как дитя, что в лесу потерялась, А потом говорит она Аннике, Говорит человеческим голосом, Я должна погубить тебя, девица, Как других, что ступают болотами, Но теперь ты мне, Люба, да по сердцу, Я тебе помогу, ненаглядная, Проведу тебя тропами дальними, Сквозь болота, лесами запретными, Только помни, чего б не увидела, Ни бериты ни мха и ни ягоды, Ни листка, ни былинки, ни веточки. Так пошла за лисицу Аннике, Через топи да к лесу волшебному, Там сияли цветы самоцветные, Танцевала листва золоченая, И повсюду жемчужные ягоды Среди мха золотого рассыпаны. И богатства несметные, дивные, С каждым шагом как будто бы множили, Застилали глаза непривычные К огневому сиянию золота. И коснулась упрямая Аннике Ни травинки, ни почки березовой, Ни листка золотого, ни веточки, Ни жемчужинки малой не тронула. Так и шла за лисицу Аннике. Вот уж лес драгоценный закончился, И тропа меж камней завертелась, Вдруг олень на тропинку пожаловал, А лисы тот олень не сторонится, Все глядит на прекрасную Аннике, Говорит человеческим голосом. Чем хозяйку лесную строптивую Ты задобрить сумела, красавица? Почему драгоценности дивные Не сгубили души твои праведной? Расскажи мне, куда ты торопишься? От какого ты горя спасаешься? Испугалась прекрасная Аннике, Но не стала тут страха показывать. Говорила оленю, как батюшке, Словно брату родному покаялась. Не вернулся однажды мой миленький, Нету мочи мне ждать и надеяться. Вот ушла я из дома постылого, Чтоб добраться до самого севера, Чтоб у белого моря сурового Сохранить его белые косточки. И лисицы с оленем заплакали, Горько-горько заплакали дикие, Повели они добрую Аннике Через злые ущелья глубокие, По камням мимо скал и курумников, Вдоль реки, что шумит перекатами, Укрывали от холода шкурами, От дождя укрывали под скалами, Вели по тропе ее к северу, К морю белому, к морю суровому. Вот уж тундра бескрайняя стелется За рекою пустынью каменной, Там не видно ни деревца тонкого, Только мох да лишайники пестрые. Тут олень стал копытом постукивать, А лисица запела в полголоса Песню древнюю, песню поморскую, Человеком давно позабытую. И на голос оленя с лисицею Прилетела сова белоснежная, Распахнула крыла над каменьями, И они засияли, как золото, Опустилась на мох возле берега, Мох серебряным стал да бриллиантовым, Уронила перо свое в реченьку, И перо это лодочкой сделалось. И огромная птица волшебная Говорит человеческим голосом, Что возьмешь ты, прекрасная Аннике, Серебро или золото чистое? Или камни возьмешь драгоценные? Что возьмешь ты, прекрасная Аннике, Может, лодку возьмешь быстроходную? Не возьму я ни лодки, ни золота, Отвечала упрямая Аннике. Я возьму только косточки милого, Что домой не вернулся от промысла. Мне камней драгоценных не надобно, Ничего мне не надобно, птиченька. Зарыдала сова белоснежная, Много горше оленя с лисицею, Стали слезы ее изумрудами, И в реке меж камней схоронилися. Тут она засвистела, заухала, Танцевала да хлопала крыльями, К ней сбегались все мыши и лемминги, К ней сползались все змеи шипучие. Всем велела сова беспокоиться, Торопиться, да в разные стороны, И найти, отыскать эти косточки, Что искала прекрасная Аннике. Вот сползаются змеи шипучие, Вот сбегаются мыши да лемминги, Как один они плачут и сетуют, Не нашли ни следа, ничегошеньки, Все напрасно старались да бегали. Но змееныш один из-под камушка Вверх по жерде кленовой вскарабкался И глядит на печальную Аннике, На сову, на оленя с лисицею. Говорит он, я знаю, что сделалось С тем охотником полночью белую. Он увидел, как лунная девица На ладе вместе с солнцем катается, Но луна его тоже увидела И влюбилась в него недостойного. Он обидел богиню небесную, Отвернулся от лика прекрасного, И луна разозлилась, разгневалась, Превратила несчастного в чудище. С той поры он медведем недремлющим По лесам возле моря шатается, То по тундре бескрайней, по берегу, Среди прочих медведей непринятый. В лодку прыгнула милая Аннике И простилась зверями и птицею. Понесла ее лодочка быстрая, Прямо в море суровое белое. Вот уж ночь серебристая близится, И к закату уж солнышко ясное. Из-за гор, из-за моря холодного, Выплывает луна на кораблике. «Королевна, царица небесная!» – Закричала прекрасная Аннике. «Мне верни поскорей ненаглядного, Что медведем по тундре шатается, Что три года я жду горемычная. Ты прости его, лунная девица, Да верни ему вид человеческий!» Отвечала луна доброй Аннике, Отвечала принцесса строптивая. «Коле сотни медведей неведомых, Ты узнаешь охотника дерзкого, Будешь вместе с ним, верная Аннике. Коль его не узнаешь, Останется обратить тебя рыбой безмолвную, Чтобы век ты молчала да плакала!» – Говорил луна доброй Аннике. Не боится упрямая Аннике этих слов, И проклятия страшного Подплывает на лодочке к берегу, Где столпились медведи свирепые. Кто рычит, кто озлобленно скалится, Кто угрюмо глядит да сторонится. Поглядела на них наша Аннике, Поглядела внимательно, бережно. И промолвила лунной красавице, Что в полнеба простерло сияние. Нет среди них моего ненаглядного, Среди них нет охотника дерзкого. Взволновалася белая морюшка, И на скалы свирепо набросилась, Разбежались медведи по берегу, Кто-то в лес, кто-то в тундры попрятался. Закричала луна окаянная, Закричала проклятия страшные, Все равно не бывает тебе с миленьким, Все равно станешь рыбой безволвную, Или камнем у берега дикого, Или пеной морской непрекаянной. Вдруг над морем сова белоснежная Размахнулась крылами могучими, Вмиг волна замерла и осыпалась, Льдом хрустальным застыв возле лодочки. Вдруг на берег олени с лисицами Выходили стадами и стаями, И олени рогами ветвистыми Заплетали ветра в косы тяжкие, А лисицы запели, затявкали, Так что звезды дрожали, И солнышко, и луна задрожала, зажмурилась. Тут сова белоснежная молвила, Лунной девке строптивой да северной, Мы слова твои первые слышали, Мы слова твои прочные видели, Поступай же, царица, по совести, Поступай по закону поморскому, Коль ты слово давала заветное, Поступай по закону всесильному, Коль нарушишь свое обещание, Не царить тебе на небе с солнышком. И луна отступила, покаялась И склонилась пред птицей волшебную. Не вернуть тебе, Анники, милого, Говорила луна королевишна, Он небесным медведем меж звездами Охраняет богатства несметные. Раз его не отпустишь, то смилуйся, Говорила прекрасная Анники, Ты меня, брати вы медведицу, Подними в небеса необъятные, Пусть кленовая верная жердочка, Что из дома взяла я далекого, Будет елью высокой у берега, Чтоб всем птицам она пригодилась. Вот песок, что взяла я от озера, Что осталась у дома далекого, Пусть всем лисам, мышами да зайцами, Он рассыплется щедро да правильно. Вот же мох, что взяла я от берега, Да от камня, где с милым простилась, Пусть оленем он будет спасением, Под снегами зимою холодную. А теперь, королевна небесная, Отнеси меня, как обещалася, Говорила прекрасная Анники. Согласилась луна, опечалилась, И медведицей сделалась Анники. Поднялась она в небо бескрайнее, Зарыдала, как милого встретила, И слезинка ее, словно солнышко, Засияла на небе на северном, И полярной звездою осталась, Всем идущим на север дорогою. Субтитры создавал DimaTorzok